еще один кардиган я купила в манго размер экстра large чтобы понимали стоил он 30 долларов на распродаже и я купила за потрясающий цвет может быть даже на видео не очень видно но он невероятно красивого персикового цвета очень не так освежает и вы понимаете что когда предыдущем видео показывал примерки свитеров магазине Hudson Bay я сказала ничего покупать не буду потому что у меня всего очень много потому что вот сейчас на Boxing Day я накупила такое количество свитеров каких-то кофты кардиганов зимних которые мне в общем тоже уже не нужны особенно потому что я меня и было много но как бы Boxing Day это такое дело у нас тут в Канаде что шопинг делают все и у нас традиция 26 декабря мы с подругой ходим на шопинг и отрываемся по полной фактически наверное вот раз в год когда мы делаем такой такой большой такой сильный шопинг все остальное время там кое-что так покупаем туда-сюда в общем но нет такого знаете большого такого шопинга потому что это тоже еще не все потому что это тоже еще не все а по моему про эту кофту я вам хотела что-то сказать не помню альпака а это размер смол размер смол представляете вот и вот такая вот она красавица мне какой-то странный задом наперед получается показ что я меряю потом показываю в общем надо было бы наоборот наверное но так уж и вышло просто я ну знаете не я не делал какой-то официальный там показ свои одежды я просто показываю что я купила на себя меряю просто как с подружкой знаете я же ничего не продаю я просто действительно показываю то что я себе покупаю потому что люди знаете некоторые которые там которые действительно занимаются как-то рекламой или продажей каких-то вещей они как-то это делают более профессионально более как бы ну упорядоченно с подробным описанием составов и так далее, поскольку у меня просто вот такой дружеский показ девчонкам, что я накупила, то я просто это делаю в таком же плане, как я бы это делала, наверное, если бы я разговаривала свою подругу по телефону и показывала, что я купила. Так, следующая вещь, наверное, это все, я снимаю. Кашемировый кардиган. Вот вы скажете, обычно совершенно кардиган, ничего в нем нет особенного. Да, обычный кардиган, но стопроцентный кашемир, что в наше время стоит. В любом магазине так дорого, и даже в Uniqlo кашемировые свитера стоят очень дорого. Ну просто, по-моему, 120 стали, а не 150, что-то такое, я даже не знала. При этом это кашемир тончайший, прекрасный, замечательный, чудесный кашемир. Посмотрите, какой он красивый, тоненький, хороший кашемир. Он действительно хороший, потому что купила я его в магазине. Это свитер, кардиган в магазине Banana Republic. Девочки американские, канадские, наверное, европейские тоже знают этот магазин. Я не уверена, но у нас он очень распространен и популярен. В Европе меньше, но у нас его очень знают. И я когда-то очень часто туда ходила. Это прям был мой такой go to store, особенно на Boxing Day, потому что там были очень хорошие скидки, как я уже сказала. Туда можно было прийти в Boxing Day, и у них было 60 процентов экстра во всем полностью магазине. Вы смотрите на цену и снимаете 60 процентов с ценой, то есть практически больше половины. Если там вещь стоила 100 долларов, то вы понимаете, что она будет стоить 40, например, да? То есть, а там цены очень высокие, просто безумно высокие были всегда, а последний год или у меня есть несколько видео на канале с этого магазина. Последний год там просто цены выросли до каких-то, до неприличия. При том, что это не люксовый магазин, это, в общем, средний сегмент, но цены уже такие, что подбирается к... Средний сегмент уже можно назвать его с трудом. Ну вот, например, я там купила еще одно платье. В общем, посмотрю, покажу вам, короче. Вот кардиган этот стоил, по-моему, больше 400 долларов, как бы оригинальная его цена. И я знаю, что там кашемировые свитера стоят по 300, по 400, по 450, вот такой вот, вот такие цены. И получилось так, что, значит, в этом году у них была распродажа 30 процентов экстра, не 60, что обидно, но ладно. Короче, у них стояла скидка на него, цена стояла в 90 долларов на этикетке. То есть 400, там чем-то, она стала 90 на распродаже. И еще минус 30 процентов он получился... В общем, он получился, что только порядка 60 долларов, что вообще даром для кашемиров, тем более кашемиров хорошего качества. И самое смешное, что его цена была не 90, потому что я и моя подруга, с которой мы ходили, значит, она тоже нашла такой же кардиган, на котором стояла 150 или 180, я даже не помню цена. Уже сейловая цена. И когда мы пришли на кассу, мы говорим, что вот мы хотим купить, и вот на этом написано 90, а на этом написано там 150, например. Ну вот в Канаде так принято, в хороших магазинах так принято. Если вы приносите вещь, на которой на ценнике стоит как бы клиренсная цена уже какая-то, и она пробивает по кассе, сканирует и говорит, что это не неправильная цена, потому что она просканировала, и оказалось, что он действительно стоил 150 долларов. Но на ценнике стоит 90, она как бы обязана продать за 90, потому что это уважение к покупателю. Если они ошиблись и наклеили неправильную цену, и покупатель вот увидел и сказал, что я хочу его, потому что он так столько стоит, то когда ты прихожешь на кассу, тебе говорят, ой, нет, мы вам за стоп его не продадим, так не делается у нас. Мало того, что она мне продала, хотя, в принципе, 90 долларов была неправильная цена, она и моей подруге, у которой стояла правильная цена на ее свитере, на ее кардигане, точно таком же, продала его тоже за те же 90, минус 30, значит, за те же 60 долларов. То есть вот так вот у нас это дело работает. Я очень happy, конечно, со всем этим вот, с тем, что так получилось. Самое смешное, что этот кардиган размер large, моя подруга намного тоньше меня, она нашла смол. Потом мы, поскольку у нас было много покупок, мы все с ней перемешали и перепутали. Я принесла домой свой кардиган, не посмотрела на этикетку, стала его примерять. Я думаю, какой-то он маленький, такой узкий, вот я помню, что я примеряла, и он был мне нормально совершенно. Я думаю, что произошло? Я звоню и говорю, Динка, слушай, я что-то свой этот кашемировый кардиган Мири, он мне такой маленький. Она говорит, а мне такой большой мой. В общем, мы поняли, посмотрели уже на этикетку, потом мы поняли, что мы перепутали. Она забрала мой large, я забрала ее смол, мы с ней уже поменялись, вот, и теперь вот у меня вот такой вот очень-очень симпатичный кашемировый кардиганчик, очень красивый кашемир, очень хорошего качества, 100%, в общем, за очень небольшие деньги. В магазине банана Jerry Republic я купила два красных платья. Да, два. Сейчас мне напишут, ты шмоточница, у тебя только тряпки на уме, ты вообще как бы подумала бы лучше о чем-то великом. Да, я шмоточница, у меня не тряпки на уме, а великом, я думаю, свободное от покупок тряпок время. Я также еще работаю, зарабатываю деньги, неплохие, сразу скажу, и поэтому я могу себе позволить вот так вот разоряться, когда мне этого хочется, и не надо мне рассказывать о том, как я не права и как я неправильно делаю. Я надеюсь, что в моем канале собрались мои единомышленники и ци, единомышленницы, и никто мне этого не напишет, но бывает, что пишут. Платье греческой богини. Я это платье примеряла в одном из своих влогов, тоже когда я была, ходила по Нану Репаблик. Оно было только, по-моему, такого защитного цвета, не красного, но красное мне нравится еще больше. Оно очень красиво сделано, вот здесь видите, не знаю, вы, наверное, не видите. Вот так вот под грудью оно отрезано, вот так вот оно, значит, здесь какая-то драпировка, драпировка, очень красивая, длинная такая широкая юбка. Его нельзя носить просто так, его нужно носить с каким-то топом вниз, потому что оно очень везде вот здесь вот все открыто. Ну вот с таким вот каким-то топиком вполне, вполне можно носить. У него очень хороший состав, оно с 80% вискоза, 20% шелк и подкладка у него там внизу тоже 100% вискоза. Стоило оно дофига во время до распродаж, стоило оно порядка тоже 390-380, ну какой-то вот такой нонсенс. Даже вообще не говорите мне, что это какая-то легитимная цена, потому что почти 400 долларов заплатят, даже если в нем 20% это в шелка, извините, а все остальное вискоза. Вообще вискоза является довольно дешевой тканью, то это просто нонсенс. Ну вот такие цены. Но висело оно за 40 долларов, минус 30% на него была скидка и получалось, что оно там меньше 30 баксов, что конечно вообще-то для него довольно бюджетно и очень дешевая цена для платья, сшитого в общем для хорошего дорогого магазина. Сшито оно очень качественно, очень хорошо, с хорошей тканью. Ну и по-моему такое знаете, ну немножко кармен я в нем конечно, но классно, прикольно. Летом знаете, на отпуск, на курорт даже и так просто ходить. Ничего в нем такого особо нарядного нету. Ну цвет яркий, но фасон такой. Но фасон обычный, скромный вполне. Красивое платье, мне нравится. Еще одно красное платье. Ну оно совершенно другое, чем предыдущее. Кстати, это все вышивка на нем. Видите, рисунок. Это не рисунок, это вышивка, очень хорошего качества. Это стопроцентный лен и подкладка у него из стопроцентного хлопка. У него еще подкладка, хотя зачем, я не знаю, оно не прозрачное совершенно. Оно вот такое прикольненькое. Оно довольно, ну немножко такой, выше колена. У него есть карманы. Полностью на пуговицах. То есть такой, в общем, халатик. К нему прилагается еще пояс, который, я не знаю, надо ли завязывать, потому что мне кажется, что без пояса оно выглядит совсем неплохо. А с поясом как-то немножко получается такая баба на чайник. Хотя я сейчас смотрю на себя и думаю, что... Сейчас у меня тут зеркало... Нет, тоже неплохо. С поясом тоже неплохо, просто оно становится чуть-чуть короче, чуть-чуть. Но, в принципе, ничего страшного. Вот такой вот оно длины. Нормально совершенно длины. Карманы лен. Сто процентный лен. Вышивка. Очень красивое платье. Стоило тоже 390. Тоже я этого не понимаю. Даже если это лен. Вы же понимаете, да? Но... Ой, что-то у меня тут полетело. От всех моих... От всех моих свитеров летает какой-то пух. Было оно за 60, минус 30 процентов. В общем, 42 доллара. Что недорого тоже для... Я считаю, что это недорого для платья хорошего качества, хорошей компании. Из льна. С вышивкой. В общем, карман. Ну, все дела. В общем, такое вот платье. Это симпатичное. Вот такое вот. Два красных платья, купленных мной. Вообще, в банане у меня был хороший улов. Я купила кашемировый свитер. И два вот таких вот очень хороших, из хороших тканей, хорошего качества платьев. Что в последнее время случалось с вами. Но редко. Потому что в последние годы, заходя в банану, я просто заходила и выходила. Глядя на эти цены. И даже на распродажи там цены были очень высокие. Вот. И ну вот в этот раз вот так вот сложилось у меня удачно. Ну, и я уже была... Решила, что мы закончили с вами. Что я уже все вам показала. Потом вспомнила, что я забыла вам показать. Я еще купила одно украшение. Да, да. Из миллиона, количество миллионов украшений, которые у меня есть, я... Которые я покупаю в секунде. В основном я еще купила все-таки украшения себе не в секунде. Это я купила в магазине Hudson Bay, который я вам снимала в прошлом своем видео. Значит, вот такой вот сет. Это бусы и кулон. Они, в принципе, идут одним сетом. Видите, они сцеплены друг с дружкой. Это наша какая-то канадская компания. Я точно не помню, что это Лона Энгли или как-то так вот оно называется. Здесь плохо видно, наверное. Ну, короче, и интересно, как у нее цепочка удлинительная. Тут всякие какие-то вот еще бомбелки на конце. Я, кстати, встречала такие вещи в секунде. У меня даже есть, по-моему, одно жерель, одно колье. Вот похожее, кстати, я купила в секунде. Потом я поняла, откуда это и что это. Потому что я не могла разобрать, что написано вот на этом вот шилдике. И вот я, проходя мимо него, просто... Я просто не могла пройти мимо, как вы понимаете. Я сорока. Не могла пройти мимо. Вот такой вот неземной красоты. Стоила она 60 долларов. У нее была 50% скидка на все украшения. Я купила его хоть за 30. Ой, девочки, не знаю. На черном не очень хорошо видно, но... В общем, очень красивая. Надо было что-то... Видите? Потому что вот этот вот сиреневый, он такой в сиреневого цвета, кулон. Он... Он как бы на черном немножко теряется. Но вот эти вот бусы, второй ряд, они просто потрясающего блеска, потрясающей красоты. Я очень довольна, мне очень нравится. За тридцатку, в общем... Ну, а сейчас в секунде цены не намного ниже. Ну, ниже, конечно, но, по-моему, можно там за долларов за 15, за 20 тоже там сейчас все продается. Короче, поэтому вот так. Все, девочки, на этом все. Вот теперь уже все. Я с вами попрощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было весело, надеюсь, что вы получили какое-то удовольствие, развлечение. Труля-ля, примерки, покупки. Девчонки, обсуждаем, радуемся. Не принимайте, не воспринимайте это слишком тяжело и серьезно, то, что я вам показываю. А воспринимайте как просто подружку, которая вам показывает свои покупки и хвастается, так скажем, да? Все, люблю, целую. Всем привет из Канады. Не очень холодно. У нас довольно теплая погода до сих пор стоит. Даже совершенно невообразимо. У нас в новогоднюю ночь было плюс 10 градусов, до этого было плюс 12. Сейчас тоже там... Ну, в общем, короче, тепло, слава богу. Пусть так и будет. Я не люблю эти холода и морозы. Не очень люблю, так скажем. Все, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. С вами была Дита. Пока-пока-пай.